Это вас беспокоит Якубовский Дмитрий Олегович. Алло. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав Сергеевич. Вы вчера в передаче назвали меня главным жуликом. Я бы хотел спросить, если это удобно, что вы имели в виду? Ну, всю вашу биографию. А что именно, Станислав Сергеевич? Я просто подумал, что жулик, это человек, который что-то украл, да? Мы обокрались на народ наш. Наш народ я обокрал? Да, вместе со своими друзьями, войскими. Какими? С такими же жульками. Извините, сосредоточной, с кем я обокрал народ? Алло. Да, да, извините, с кем я обокрал народ? С вместе со своими друзьями, с такими же жуликами. а как можно вот поконкретнее вот с кем я обострал да вот кем я обокрал народ и что украл просто если можно вы одного уже посадили в лефортов и главный жена до 2 что ли а кого я посадил а что вы имеете ввиду алё вот эти вот фабрикации вот эти документы а каких-то неслав сердечек я понимаю что я жулик поэтому я вам позвонил наверное спят сказал что вы жулик вы бы мне позвонили смотрите значит вам это не любопытно а мне любопытно дмитрий вот станислав сергей сделал вам потрясающий комплимент вы посадили лефортова вице-президента россии это соответствует действительность а если дату как вам это удалось я думаю что лексана ничего русского в тюрьму посадил прежде всего сам александр владимирович как вам кажется вот генерал-майор армии русской он обязан был с точки с ними чести офицера все-таки застрелиться когда сдавался в плен в доме правда ему не привыкать уже третий раз дается плен в афганистане на раза два задавался то я считаю что первое русской когда понял что разошелся с ельцином он должен уйти и уйти в открытую позицию когда он не сделал этого это в моем понимании уже был предательский шаг и второе если офицер сказал что я застрелюсь он должен застрелиться или не говорит моё мнение поэтому как вице-президент и как генерал русской именику уважение вызывает как человек который находится в тюрьме не его жаль не более того никто не застрахован от ошибок но я стараюсь меньше ошибаться потому что я избрал совершенно иную систему принятия решений то есть я сначала моделирую ситуацию оцениваю обстановку рассчитываю возможности разрабатываю механизм реализации а потом только принимаю решение говорят ваш друг баранников когда наносил последний визит к хельсину сообщил ему что вы находитесь в гомосексуальной связи с другим вашим другом карауловым правда ли это но вы знаете я об этом узнал сейчас от вас первый раз в жизни возможно баранникову известно что-то по этому поводу больше но баранников постоянно на вопросы когда его президент спрашивал правда ли тот или иной факт в отношении него самого он аргументировал примерно так якубовский шизофреник мы нашли справку его школьного врача я правда не помню был ли в нашей сельской школе врач учитель помню был потом якубовский сожительствует с караулом это видимо единственная причина который министр безопасности мог объяснить появление на экране интервью помешавший арестовать шумейка там не сумели шумейка арестовать хоть и у пуговского плюем вот примерно такой уровень восприятия мне жалко только министерство безопасности которое при наличии такого министра вынуждены было заниматься не безопасностью а сбором каких-то базарных сплетен для меня было ясно летом 92 года для людей принимающих решения стало ясно сейчас министр безопасности работал не на законную власть не на президента а на лиц готовящих заговор который в октябре 93 года случился в москве в тот же день последний визит баранникова к ельцину мы обсуждаем баранников заложил агента макарова сообщив ельцину что у него кличка татьяна как вы к этому относитесь вообще хорошо ли закладывать агента министру безопасности в любом цивилизованном государстве существует уголовная ответственность для лица выдавшего агента если он таковым бы являлся поэтому тут два пути либо баранников безответственный человек который заявляет подобная вещь либо по законам цивилизованного государства подлежит уголовной ответственности судя по его последнего местонахождение я склонен склонен прийти ко второй вот я знаю что ваш друг степанков уже собирался было подписать ордер на арест шмейкин и только та информация которую вы предали гласности в передаче караулова задержала его степанкова руку в воздухе так ли это или не так я никаких документов никому не передавал я их не хранил я не общий отдел правительства однако я принял участие в работе мишневской комиссии именно с этой целью я приехал в москву в июле 93 года именно поэтому степанков баранников возбудили против меня уголовное дело за нелегальный переход государственной границы я даже не хочу его оценивать это всем уже теперь ясно алексей иванович казань нынешний генеральный прокурор в этом деле разобрался и оценил так дело должно быть прекращено а на вопрос корреспондентов американских газет будет ли возбуждено дело в качестве панкова сказал нет он добросовестно заблуждался я не жажду степанков добросовестно заблуждался через девять второго года а уж после этого были боги скрипятствами самолеты броневики перевозивших грузных членов мишневской комиссии это вы на кого намекаете я понимаю ваш вопрос я во многом не понимаю макарова у меня нет никаких абсолютно личных претензий я действительно во многом не понимаю но пусть это останется на его совести говорят что между вами и сябекой пробежала какая-то кошка правда возможно тут есть какие-то внутренние течения может быть кому-то показалось что я пытаюсь сосредотачивать своих руках слишком большое влияние но если даже в моих руках есть большое влияние и его должно быть меньше это не значит что из моих рук оно должно перекочевать в какую-либо ферму люфтан за сябеки а КОНЕЦ 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 Когда я пришел в правительство в 92-м году Лепом, моя задача была переориентация силовых структур в сторону президента. А уже тогда наметился раскол и отмагничивание этих структур на тех людей, которые в октябре 93-го года заняли оборону в Белом доме. Тогда, когда такая тенденция появилась, моя задача была переориентировать или найти методы их переориентации. Это немногим понравилось. И тогда Руцкой, Хазбулатов и Баранников приняли решение меня убрать из страны. Говорят, что последний раз вас вывозили из России в багажнике Мерседеса. Правда ли? Меня последний раз из России вывозили не только в багажнике. Меня последний раз вывозили более приключенческим способом, однако эту область мы оставляем писателям. Они очень любят это описывать. Вы знаете, в известиях было. Вы смотрите Тихий дом, а давайте с вами... Вот у меня был роман с Михаилом Сергеевичем. Когда самолет, личный самолет министра обороны маршала Язова, который пилотировал его личный шеф-пилот, при пересчении глаз границы, я бы сказал, прямолинейным военным способом, был задержан и возвращен под Москву, на аэродром в Чикаловскую. А потом Анатолий Иванович Лукьянов, уже будучи на пенсии, рассказал, что он ходил с этим вопросом к Горбачеву. И вопрос не был решен, вот у меня был роман с Горбачевым. Знаете, как немецкий вопрос. Вот, я слышал, что имелись в виду какие-то немецкие деньги. То есть они пробежали между вами, да, между Михаилом Сергеевичем и вами, когда вы возглавляли комиссию по оценке стоимости имущества, недвижимости. Да, ну, я не хочу, так сказать, да, пинать Михаила Сергеевича, а то скажут, что вот был президент, и Кубовский молчал. А сейчас, вроде бы, весь слабый. Ну, я скажу так, вот представьте себе черный ящик отношений Горбачева с Колем. На входе в этот черный ящик наша собственность на 25-30 миллиардов марок, а на выходе кредит на 13 миллиардов, Янов говорит на 8, я говорю на 13, и звание «Лучший немец года». Как это можно прокомментировать? Черный ящик напоминает черную дыру. Да, но мне это напоминает черный ящик взаимоотношений. Все, что я могу пояснить. Мне этот черный ящик неизвестен. Но на входе 25-30 миллиардов денег, на выходе 13 миллиардов кредита. И звание «Лучший немец года». То есть, как минимум, 10 миллиардов куда-то делись. Как минимум. Понимаете, а в чем свойство кредита? Кредит надо не только брать, но и потом отдавать. То есть, это же не 10 миллиардов, а практически все 25 миллиардов, таким образом, делись. Ну и вообще, у меня нет сейчас подробной информации по поводу этого немецкого кредита. Я уверен, что не 13, и даже не 10 миллиардов из этого кредита пока не востребованы. Но для того, чтобы оперировать цифрами, у меня данных сегодня нет. Ну вот, это вроде такие вещи-то очевидные, потому что, наверное, все-таки существует какая-то отчетность относительно того, как эта российская, советская собственность была отдана германцам или продана, я не знаю, какая-то отчетность существует. И в случае, если происходит ситуация с этим, как вы говорите, черным ящиком, то должны быть какие-то структуры, там, может быть, Министерство безопасности, которые, ну, по долгу службы должны этим заниматься. Или просто таких структур у нас нет? Ну вот смотрите, значит, во-первых, этот вопрос надполитический. Поэтому те структуры, которые у нас есть, именно в этот вопрос войти не могут. Вы подняли руку так наверх, очень показательно, то есть деньги все-таки над политикой. Я поднял руку наверх, показывая, что вопрос немецкой собственности конкретно вопрос немецкой собственности, это вопрос неполитический. Вопрос, решаемый одним человеком, Горбачевым. На мой взгляд, решаемый без учетов интереса, без учета наших интересов. для товарища Горбачевым. Для товарища Горбачевым. А повторю российских интересов. Ах, где же вы, мой маленький креотик, Горбачевым. Мой слуглый принц в Антийских островах, мой маленький читайский клокон, Капризный, как дитя, как песенка, без слов. Правда ли, что у вас в вашем загородном доме в Торонто и каждую ночь звучат выстрелы, и там построены башенки, соборонительные просто рвы и укрепления, а на башнях завезенные из Сицилии телохранители, которых возглавляет некий Джованни. Понятно. Но что я вам могу на это ответить? Я сам, по-моему, про себя узнаю много нового из средств массы информации. Так, телохранители есть? Выстрелы звучат? Выстрелы звучат. Ну, что же делать? Ну, я как на войне. Желание пели пирас от вас слышу. Никогда не знал, что телохранители надо завозить из Сицилии. Ну, вообще, все это достаточно смешно, и на таком, знаете, детско-детективном уровне. Хотя, да, выстрелы звучат, угрозы есть. Ну, ничего, такая она жизнь такая. Хорошенький детский уровень, когда выстрелы звучат. Ну, знаете, ведь тут как на дуэли. Кто первый успеет выстрелить? АПЛОДИСМЕНТЫ Америка, за морями скучаешь в воде, что Сибирь, что Аляска, два берега, бабы кони раздолив в пути, бабы кони раздолив в пути. А как вы оцениваете фигуру Шаридовского? Я считаю, что это безусловно человек способный. В чем он способный, что он может сделать, чего он не может сделать, я сегодня ответил не могу. Человек, безусловно, человек способный, на мой взгляд, хотя бы умеющий сформулировать свою мысль. Есть такое понятие, допустим, лесбиянство среди женщин. Их нельзя в этом объединить. Это образ жизни. В прошлом году, я знаю, вы пригласили много артистов на свою вечеринку, которую потом неоднократно показывали по телевидению, передача «Парламентский час». По-моему, в 8 раз его показывали. Там были и Петер Слещенко, и Добрынин. Короче говоря, в этом году вы собираетесь справлять Новый год в Москве. Кого из Перцова будете приглашать в этот раз? Ну, вы знаете, те артисты, которых я хотел пригласить, они все сейчас заняты в Лефортово. Поэтому я в этом году обойдусь без артистов. Ну, может быть, кто-нибудь будет у вас петь в этом году. Может, к обзору поставить. Ну, что вы, я всегда лучше отношусь к большим уважению, гораздо большим уважением, чем к товарищам, шевеляющим усами на уровне мест, не принято которые показывать по телевизору. Вы смотрите «Тихий дом». Активно работали и корреспонденты «Тихого дома» в этом году, в частности Александр Кузняков, который и для этой передачи подготовил два сюжета. Один про фильм компании «Орнер Брос» GFK, про президента...